2 июля 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в пути, и сегодня мы поведем вас к Великой Святыне, которую забыли нынешние христиане. В древности же христиане это место почитали настолько, что паломники обязательно начинали с него свой вход в Иерусалим. Вы увидите место, куда приходят и сегодня молиться и иудеи, и мусульмане. Мы отправляемся с вами на гору радости, Монт Гауди, ко гробу пророка Самуила. Вы увидите древний византийский храм, обращенный в синагогу, храм крестоносцев, обращенный в мечеть, улицу и виллы II века до Рождества Христова, источник святой Анны Пророчицы и многое-многое-многое другое. Но для начала давайте вспомним о том, кто такой пророк Самуил. За 1100 лет до Рождества Христова, неподалеку от Иерусалима, вот на этой самой земле, которая называлась тогда Ромафаем Цуфим или Рома, жил человек по имени Елкана. И было у него две жены. Одна была любимая, Анна, а другая менее любимая, Финанна. Между тем, Финанна рождала ему здоровых сыновей и дочерей, а вот у Анны детей никак не было. Каждый год Елкана ходил в Силом, где приносил Богу жертву, и всегда давал части Финанне, как положено и ей, и ее детям. Анне же давал особую часть, потому что Бог затворил ее чрево. Соперница сильно огорчала Анну, обижала ее. Анна плакала и не ела. И вот однажды встала Анна после того, как ели они и пили в Силоме, и пошла к храму. Сердце ее было настолько переполнено скорбью, что она опустилась на колени, горько рыдала и молилась Богу, чтобы он даровал ей сына. И тогда, говорила она, я отдам его на служение тебе. Поскольку она молилась в сердце, а ее губы двигались беззвучно, священник храма Илий подумал, что она пьяная, и сказал, доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня. Анна объяснила ему свое горе, впрочем, просьбу свою не назвала. Тогда Илий ответил ей, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое. В скором времени у Елканы и Анны родился сын Самуил. Самуил станет величайшим пророком Израиля, судьей Израиля, а также человеком, который помажет народу израильскому их первого царя Саула, а потом и второго царя Давида. Давид является прообразом Христа, а Анна-пророчица, мать Самуила, считается у христиан прообразом Богородицы. Здесь же на своей родине и был похоронен Самуил впоследствии, и до сих пор здесь находится его гроб. Саул был из колена Вениаминова, и ему было суждено стать первым израильским царем. Он как раз именно в этих горах искал ослица, потерянный ослица своего отца, и где-то на этой территории он увидел пророка Самуила, и после этого, по повелению Божие у Самуила было откровение, что именно этот юноша должен стать царем Израиля. Это единственная гора в окрестности Иерусалима, которая не застроена. Вот особая благодать в раме. Помазание первого царя было крайне важным событием. Оно вводило в сознание народа израильского вообще понятие помазанника, как человека, соединяющего в себе и земную, и божественную власть. То есть, можно сказать, израильские цари должны были являться образом Машеха, Христа, то есть того самого помазанника Божего, который придет на эту землю для спасения всего человечества от рабства греху и смерти. Именно поэтому во все времена люди стремились ходить и посещать гроб пророка Самуила. Ходили пешком или на осликах, а вот сейчас, видите, можно также или пешком ходить, или на автобусе, или на машине. Вот это как раз один из районов Иерусалима, называется Рамот, а от него один километр и находишься в селении Небесамуэль. Да, даже на арабском место называется пророк, в честь пророка Самуила, да, видите, тут знак, гроб пророка Самуила. И селение во все времена также называлось Небесамуэль, во времена крестоносцев Мон Гауды, гора радости, место, где впервые увидели вид Иерусалима, все паломники и крестоносцы. А вот сейчас, видите, автобусы собираются, но в основном на этом месте едут благочестивые, религиозные, ортодоксальные и не очень ортодоксальные евреи. А это палестинская деревня, потому что здесь все встречаются и палестинцы, и израилетяне, и иногда даже христиане. Здесь, как и в былые времена, арабы на углу продают сок, правда, сейчас его никто не покупает, никаких туристов здесь нет. Ну, впрочем, и в прежние времена, если и бывали здесь туристы, то в основном западные группы. Честно сказать, наших русских паломников сюда затащить было сложновато. Мы с Рафаэлом это место очень любим, но всегда было трудно уговорить группы потратить время заехать сюда, потому что не очень знают люди, кто такой пророк Самуил, не представляют, что они здесь увидят. Но я думаю, что после нашего сегодняшнего видео, если вы вдруг когда-нибудь окажетесь на Святой Земле, вы обязательно приедете сюда, в Неби Самуил. Военная вышка, пусть вас не пугает и не удивляет, это место важнейшая стратегическая точка уже с древнейших, до исторических, наверное, еще времен. Ну, а мы с вами отправимся вслед за паломниками, в наше время это сплошные иудеи и мусульмане, и пойдем к заповедной дверке, которая ведет нас в совершенно другой мир. Кстати, будка эта стоит чисто формально, вход сюда абсолютно бесплатный. Впрочем, мусульмане, которых вы видите сейчас, идут вовсе не в археологический парк, а в свою мечеть на молитву, а евреи в свою синагогу. Как любой археологический парк почти на Ближнем Востоке, особенно в Израиле, этот парк это Тель, то есть многослойный холм. Дело в том, что мы стоим сейчас на уровне, вот, то есть, 21 века, уровне сейчас, мечеть, которая была построена в 19 веке на здании более древних храмов. Но смотрите, здесь ниже есть более древние слои со времен Византийской империи, со времен крестоносцев. А вот здесь, если спускаться, это я первый раз вижу, что это сейчас доступно всем, тут есть спуск к хеллинистической улице, то есть улица, которая даже до Христа. И по этой улице мы обязательно пройдемся с вами сегодня. А пока мы идем к самой мечети и к гробу пророка Самуила. А идем мы с вами по мосту. Мост построили над древним рвом. Ров этот образовался таким образом. В 12 веке крестоносцы построили на этом холме, там, где теперь стоит мечеть, военную крепость с хорошей большой сторожевой башней. Камень добывали прямо тут же на склоне холма. Вот от этого и образовалась эта площадка. Развалины крепости вы видите сейчас над рвом. Ну, а впоследствии этот ров использовали паломники. Когда они приходили в Иерусалим, они непременно шли через эту гору для того, чтобы увидеть Иерусалим сперва издали, поклониться святому граду, поблагодарить Бога за то, что они дошли. Как рассказывают очевидцы, паломники в прямом смысле поливали святую землю слезами и горячо целовали ее. Таким образом, у крестоносцев здесь была и крепость, и храм над святыней над гробом пророка Самуила, и гостиница для паломников. На этой стоянке во времена крестовых походов также вместе с паломниками могли располагаться и палатки воинов. Ну, а еще древнее предание говорит о том, что это то самое место, где Бог явился царю Соломону, сыну царя Давида. И сказал ему, проси у меня Соломон, чего хочешь. И царь Соломон попросил у него мудрости, сказав, как могу я управлять твоим народом, если ты не дашь мне мудрости. Почитание этого места, однако, в христианской традиции, это с V века, то есть периода византийского правления святой земли. Это неудивительно. Почти все места, которые построили крестоносцы, были построены на точки, где стояли православные византийские разрушенные, полуразрушенные или восстановленные храмы. Однако после византийцев пришли мусульмане. Хотя крестоносцы и завоевали святую землю, и на какое-то время прекратили здесь исламское правление, это было очень ненадолго. Без малого сто лет просуществовало королевство крестоносцев, а потом опять пришло исламское правление, и, соответственно, этот храм снова стал мечетью, чем он является сейчас. Мусульмане почитают пророка Самуила как библейского пророка, шейха, то есть праведника. И, кстати, многие даже приходят сюда специально, именно сюда помолиться в положенное для молитвы время. Но в саму мечеть мы можем только заглянуть, потому что вход туда разрешен только молящимся. Таким образом, мы находимся с вами в древнем христианском храме, переделанном в мечеть. Перестраивали его несколько раз, но последний ремонт был при англичанах, при британском мандате, то есть уже в 20 веке. От здания византийского храма практически ничего не осталось. В основном мы видим структуры, построенные в 12 веке крестоносцами. Ну, а из храма вниз идет лестница. Как и положено, у древних храмов всегда есть крипта, нижний этаж. И вот в этой крипте и располагается гроб пророка Самуила, к которому мы с вами сейчас спустимся. Так что, в принципе, это нижний храм, где гробница пророка Самуила. В наши дни это синагога. Но стоит иметь в виду, что вот эта система верхного храма, нижнего храма в честь пророка Самуила, это существует с V века, и также при крестоносцах было. И в наши дни, однако, молится здесь, видите, прямо у гробницы пророка. Представьте себе, какая древность. Пророк, который жил три тысячи лет назад. Над гробом пророка Самуила помещается молитва Анны Пророчицы, его матери. Особо сильно в наши времена звучит окончание этой молитвы. Вот послушайте. Ибо не силою крепок человек, Господь сотрёт припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь свят, да не хвалится мудрой мудростью Своею, и да не хвалится сильной силою Своею, и да не хвалится богатой богатством Своим, но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли, и даст крепость Царю Своему, и вознесёт рог помазанника Своего. Помазанник на иврите Машех, то есть Христос. Это, конечно, удивительно. Тут синагога, и вот переходишь, да, за этим выходом, и ты уже в мечети, в самой настоящей мечети. Честно говоря, такого никогда в жизни не видел, хоть я иерусалимец, но это национальный парк, но на территории национального парка мечеть и синагога. И как-то живут здесь бог-бог, мирно, удивительно. Я вообще склонен к всякому цинизму и так далее, но бывав здесь, я вижу, что есть какой-то модель, есть какой-то способ жить мирно, даже когда абсолютно разные конфессии. Здесь и иудеи, и мусульмане. Ну, и христиане время от времени, как я, иногда тоже сюда заходят. Идём сейчас на крышу. На уж кому, как не христианам, стоило бы здесь почаще бывать и просить помощи у пророка Самуила, чтобы он научил нас молиться. Пророк Самуил ничего не делал в своей жизни без того, чтобы прежде обратиться с горячей молитвой к Богу. Его даже так и называют «муж молитвы». Преодолев крутой узкий подъём на крышу, мы открываем дверку, и вот здесь те мужественные паломники, которые всё-таки согласились на уговоры гида и поехали в Неби Самуил, обычно издают крик восторга. Ах, какая красота! Да, действительно, с крыши открывается фантастический вид на все четыре стороны света, и сейчас мы с вами его рассмотрим. С вершины горины Бесамуэль, прямо у башни, мы смотрим в сторону востока. Мы видим современный город Иерусалим, новостройки в основном, и, конечно, кто хорошо знает город, гора Ильонская и Спасовознесенского монастыря, колокольня «Русская свеча». Район Рамот также выделяется, и древнейшая дорога, которая ведёт нас в Наблус, то есть Самария. Это древняя иудея-самарийская дорога, также называется путь патриархов. Как раз вот эта вершина этих гор, это район Шуафат, который ведёт нас дальше до Рамалах, в принципе. Вот как раз то, что мы видим вдалеке, это уже Самария и пригороды города Рамалах. Это если мы смотрим на север из крыши мечети. К югу от крыши мы видим главное шоссе, которое ведёт нас в Иерусалим, кладбище. Мы, кстати, находимся напротив Горненского монастыря. Это я вижу, где находится. Это, в принципе, вот прямо напротив нас, в горах, можно видеть даже храм всех святых и рядышком больница Хадаса-Энкарем. Вот приближаемся, мы видим и кладбище, и новое шоссе, где сейчас едет железная дорога Иерусалимская через туннель, прямо в центр. Вот тут будет новый такой центр с высотными зданиями, мост. И если пройти ещё чуть-чуть в сторону востока, то есть левее, уже ближе к старому городу. Старый город раньше можно было бы отсюда увидеть. Мы видим тут только колокольни тех храмов в старом городе, чуть-чуть стен, и гора Ильонская, русская свеча. Так что, получается, в 19 и даже в 20 веке из этой горы можно было бы увидеть старый город. А это, собственно, сама деревня Наби-Самуэль. Деревня, которая хранит также традиции, предания и даже почитание этого места как особое святого места. Интересно, что сама деревня Наби-Самуэль относится административно к палестинской автономии, но находится на территории Израиля. Также среди этих гор очень живописное селение, которое называется Джиб. И это, в принципе, и есть Гаваон, древное библейское селение Гаваон. Видите, от шоссе направо это и есть древный библейский Гаваон. Здесь Иисус Навин воевал с соединенным войском пяти ханаанских южных царей. И сказал он, встань, солнце над Гаваоном и луна над Айалоном. Небесные светила остановились, Бог продлил день, и Израилю хватило времени победить своих врагов. Существование древнего Гаваона именно в этой точке полностью подтверждается учеными. В древности здесь были обширные виноградники, и вино из Гаваона было известно по всей этой земле. Ну, а мы с вами, я думаю, уже достаточно нагрелись на крыше, пора нам охладиться. Пойдемте к источнику святой Анны Пророчицы. На востоке не может быть селения, если нету поблизости источника питьевой воды. Здесь, на этом месте, деревня была еще до Христа, и мы с вами побываем сегодня на улицах этого поселения. Была она здесь и в византийский период, и в мусульманский, была и крепость крестоносцев, как мы теперь знаем. И вот благодаря источнику люди могли здесь жить. В нашем климате без воды жить невозможно. Никаких рек поблизости нет, поэтому в Иерусалимских горах есть вот такие вот источники. Вода выходит прямо из-под земли, чистая, абсолютно проточная, питьевая. Ну и, конечно же, для иудеев источник – это необходимая вещь для совершения омовения, миквы. Омовение совершается перед молитвой. Женщины в определенные моменты совершают омовение обязательно, и, соответственно, нужна чистая проточная вода. Можно с полной уверенностью сказать, что если в древнем библейском поселении, которое здесь стояло, жили Елкана и его жены Анна и Финианна, что они ходили к этому источнику за водой. Иудеи вкладывают большой смысл в окунание в этом источнике. Говорят, что после окунания будет не только оставление грехов, но и исцеление от разных болезней, помощь в разных скорбях и трудных обстоятельствах. Поэтому, особенно, конечно же, в пятницу здесь можно видеть много иудеев, которые совершают омовение. Это действительно удивительный источник. Могу вам сказать, что когда, опять же, паломники соглашались с гидом и приезжали сюда, то тоже особо благодарили всегда за окунание в этом источнике. Ну вот, сполоснулись тут немножко. Конечно, намного лучше и, конечно, очень благодатно в этом святом месте. Святая Анна, моли Бога о нас! Как и положено, у источника сразу оазис. Тут и оливки, и миндаль, и инжир сочный. Скоро вот будет урожай у нас в конце августа. И, конечно же, так было здесь во все времена. Только сейчас мало кто собирает эти плоды, а в древности из оливок делали сразу же масло, инжир и миндаль шли на стол или их сушили. Таким образом, вот жизнь вокруг источника. Ну, вернемся опять к крестоносцам. Франки, европейцы, в основном германцы завоевали исламский восток постепенно. Сперва захватили Анатолия, потом Антиохия. И вот 1099 год они оказались здесь, прямо недалеко от Иерусалима. И на этом месте, которое называли Монгауды, они ждали осада над городом. Именно здесь они ожидали запасы дрова, которые им надо было для того, чтобы завоевать город. Однако храм здесь был построен только 40 лет спустя. Вход в храм и в крепость был как раз отсюда, не с востока, а с запада. Вход, который есть сейчас в мечеть, это вход с 16 века. А так изначально вход был как раз именно отсюда. Крестоносцев прогнал со святой земли султан Саладин в 1187 году. Мы с вами смотрим сейчас на развалины крепости. Мусульмане эту крепость не стали восстанавливать. Долгое время она находилась в развалинах, в руинах. И вот есть предание, которое рассказывает о том, что английский король Ричард Львиное Сердце, когда пришел с войсками в Иерусалим, остановился на этой горе. И когда его приближенные предложили ему посмотреть на Иерусалим, он отказался. Горько плакал и сказал, не буду смотреть на святой город, пока не завоюю его обратно для христианского мира. Но это ему, как известно, не удалось. Вот здесь мы даже видим с вами недостроенный крестоносцами брошенный ров. Видите, вот так выдалбливали они камни. Возможно, хотели что-то из них строить, но Саладин поломал все их планы. И так этот огромный камень остался как памятник присутствию здесь крестоносцев, их неутомимому труду в обустройстве этого места. Кстати, немало денег в строительство этой крепости вложила королева Мелисента. Да, во главе Иерусалимского королевства некоторое время стояла женщина. Притом не просто очень умная, как говорят, красивая, сильная, волевая женщина, но еще и глубоко верующая. Она строила много храмов на святых местах, помогала бедным и так далее. Надо представить себе, что здесь был целый комплекс окружен стеною, вокруг него ров. И вот здесь мы стоим на месте, где была башня. Башня, то есть не церковь, не монастырь, а именно башня. На месте башни также остались остатки, прессы для изготовления масла оливкового и много всего интересного. Среди них также и целые здания, которые даже сохранились почти целиком. Археологи только чуть-чуть могли их пореставрировать. Вот идем под этим сводом, и прекрасно сохранившаяся комната. Святая земля практически не знала мирного времени, поэтому всегда и паломники, и местные жители нуждались здесь в охране и защите. И вот так крепость, ров, тут же поселение, тут же пресс для изготовления масла, может быть, даже винодельня, гончарная мастерская, и тут же башня, в которой квартируются постоянно воины. Кстати, у крестоносцев это могли быть и монахи. У них были целые монашеские ордена, которые одновременно являлись воинами. Ну а для паломников, согласившихся сюда все-таки приехать с гидом, это возможность, опять же, немножко отдохнуть от жары и почувствовать прохладу древних камней. Даже не очень понимаю, куда мы идем. Прячемся от жары. А теперь у вас есть уникальная возможность увидеть улицу, построенную за 200 лет до Рождества Христова. Как говорят нам археологи, она была построена эллинами, то есть греками, которые владели Святой Землей еще со времен Александра Македонского. И что самое интересное, под этой улицей находится целая система цистерн для сбора питьевой воды. А на улице вот такой колодец, откуда воду можно было черпать. По правую и левую сторону идут виллы. Одна из них сохранилась наиболее хорошо, и мы с вами сейчас в нее заглянем. Надо вам сказать, что способы строительства у нас, в наших Палестинах, не менялись в течение многих-многих тысячелетий. Все изменилось, когда изобрели бетон, и вот тогда уже стали строить современные дома. А так строили вот так, из нашего местного камня, из Вестника. Так что можно смело сказать, что примерно вот так же и жил Элкана и его жены Анна и Финанна. Примерно в таких же условиях и рос, собственно говоря, и пророк Самуил, и царь Саул, и царь Давид, и намного-намного позже Господь наш Иисус Христос. Вот эти дома построены, устроены таким образом, как строили у нас на Востоке. Все для жизни. Колодец общий на улице. Здесь внутри дома могла быть печь для того, чтобы изготавливать хлеб. Могло быть особое помещение, где хранили оливковое масло и вино. Кровати, конечно, были деревянными, здесь мы их с вами не видим. Спальни часто устраивались на втором этаже или выдалбливались прямо в скале, и в них вела лестница. Вот так жили древние местные жители. А это водонос. Вот в такие емкости каменные наливали воду из колодца и по мере необходимости ее уже расходовали. Здесь сделали очень хорошую реконструкцию, вот такой план, как могла выглядеть древняя вилла, древний дом. Ну, конечно, это дом человека небедного. А вот так могло выглядеть само поселение и в библейские времена, и, соответственно, во времена Христа. Дома были преимущественно одноэтажными, с плоскими крышами, небольшими окнами для того, чтобы защититься от жары, естественно. А прямо на улице могла располагаться большая печь. Иногда для выпечки хлеба общая печь, для людей, у которых в доме печки, например, не было, такое тоже бывало для бедных, да, или как вот эта печь для изготовления, для обжига, вернее, глиняных изделий. Здесь была гончарная мастерская. Правда, эта печка не времён до Рождества Христова, она относится к VIII веку, к тому периоду, когда здесь было уже исламское поселение. Но, опять же, у нас особо ничего не менялось, так что, можно сказать, вот так же печи для обжига выглядели и в самой-самой глубокой древности. Можно ещё, конечно, много всего рассказывать, однако наше сегодняшнее путешествие приходит уже к концу. Нам было очень приятно, надеюсь, что также вам было интересно побывать с нами на этом уникальном месте, место, которое соединяет разных культур, разных традиций, разных религий. Мы сердечно благодарим вас за поддержку нашего канала, за каждый добрый комментарий, за каждый лайк, который вы ставите под нашими видео. Со своей стороны обещаем всё больше удивлять и радовать вас, и, конечно же, выходить в эфир как можно чаще. До свидания, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok